Это цикл зависимости. Есть? Я даю вам. И вы... Вот таким методом будем двигаться. Я благодарна за вопрос по поводу боли и вины. Почему? Потому что мне легче вас слышать, поэтому я говорю, что задавайте вопросы. На самом деле лучше поговорить о чем-то до конца разобрав его, чем по верхушкам пробежаться, знаете, понахвататься чего-то и все. Лучше что-то одно качественно разобрать, это лучше. Стыд и вина. Стыд и вина. Что заставляет человека испытывать стыд? Это называется боль, как бы она ни выглядела. Боль. Комплекс неполноценности, разочарование, плохое мнение о себе. Все это сдает человеку душевную боль. Понятно, что не физическую. Мы говорим о душевной боли. И вот тут начинается самое главное с поведением человека. Ну ладно бы оно там внутри болело бы, и никто бы этого не видел, кроме тебя. Но боль, она нас заставляет как-то действовать. Но если у вас поранена рука, вы стараетесь ею не прикасаться к предметам. Потому что прикосновение к больному месту, да, обостряет боль. Мы, если у нас есть порезы и какая-то физическая рана, мы это место защищаем, чтобы оно не болело еще больше. И это происходит инстинктивно, правда же? Мы не думаем об этом. Оно само по себе работает. Что происходит с болью в душе человека? Точно так же инстинктивно он выбирает пути в своей жизни, чтобы защитить это место. И отсюда куча этих блоков всевозможных защитных механизмов у человека может быть. То есть внутри поврежденный человек внешне ведет себя странно, как Саул, плохо, как злодей и так далее. То есть мы говорим, вот человек принимает выбор, принимает решение. И мы иногда не понимаем, почему умный человек, все знающий, все понимающий, делает такое странное принятие решений. Почему? Что им двигает? Вот сейчас на эту схему посмотрите цикл зависимости. Там есть такой кружочек со знаком вопроса. Как работает зависимость в жизни человека? Это такое кольцо, порочный круг, по которому человек все время проживает свою жизнь. И Бог желает, чтобы он из этого порочного круга вырвался. У него есть вот эта боль, вот это нечто. Какая-то травма внутри него. Что человек делает, когда у него что-то болит? Когда у вас что-то болит, что вы делаете? Это просто. Что мы делаем, когда у нас что-то болит? Лечим. Лечим. Что мы, как мы лечим боль? Плачем. Мы ищем обезболивающие. Совершенно верно. Мы хотим эту боль уменьшить. И вот мы находим средства. Если у вас головная боль, у вас у каждого есть какие-то, наверное, свои медикаменты, которые вы для себя открыли. Что-то вам помогает, а что-то вам не помогает. Вы ищете средства обезболивающие. Вы его нашли. Опа. Вы начинаете привыкать к тому, что есть некое средство, которое удалит вашу боль. Вы принимаете эту таблетку. Проходит время. Наступает что? Смотрите на свою схему. Я ее прямо вам сейчас повторяю. Кто ее уже получил в руки, вы посмотрите. Кто не получил, вы еще повторим. Что происходит, когда вы приняли анальгетик условно? Облегчение. Приходит облегчение. И какое-то время нам стало хорошо в жизни. Какой-то допинг мы получили. Да, совершенно верно. Этим допингом может быть, как вчера мы говорили, есть товарищи, которые подсилены на энкаунтеры. Им нужно опять какое-то лечение, потому что они... Чего они туда ходят постоянно? Энкаунтер, вообще программа энкаунтера была разработана для трехдневного уикенда для новообращенных. Это типа что-то альфа-курса, например. Вот люди прошли альфа-курс, они там обрели Христа, покаялись, им предлагают трехдневный уикенд. И вот там происходит энкаунтер. Вот и все. У нас... Я знаю людей, которые раз в три месяца проходят энкаунтер. И все, это какие-то... Ну, я смотрю, ну, надо таблетку человеку, все, с ним плохо. Уже по глазам видно безумие совершенное. То есть дело не в энкаунтере. Дело в том, что у человека есть какое-то серьезное повреждение, и он находит временное обезболивание вот в этой программе. Но на самом деле это порочный круг. Потому что когда проходит время, действие анальгетика заканчивается. Что происходит? Да, начинается рецидив. Начинается рецидив. Когда начинается рецидив, приходит что? Боль. Поднимается боль, и нам нужно снова выпить таблеточку. Водки. Совершенно верно. Совершенно верно. Теперь смотрите, кому что. Совершенно верно. Теперь я намеренно в этом кружочке поставила знак вопроса. Потому что анальгетики у каждого свои. Вы передавайте эту штуку? Может мне второй нарисовать так быстрее будешь? Нет? Хорошо. Происходит такой порочный круг, цикличность. Потом эти круги, расстояние между этими кругами по времени становится меньше и меньше. Если раньше можно было таблеточку раз в три месяца, то потом уже раз в два месяца, потом раз в месяц, а потом смотришь, ты на ней живешь. И это замкнутый круг, круг или порочный круг, в который попадает человек. Из-за элементарного его толкает туда какая-то боль. И скорее всего, если с такой точки зрения думать о Сауле, ему нужно было все время достигать каких-то побед, чтобы чувствовать, что он именно... Наркотики, спортивные достижения, оценки. У детей могут быть оценки. Если что-то у них вот с чувством, что-то какое-то повреждение, достоинство есть, они должны зарабатывать оценки. Секс, романтика, порнография, одобрение на работе, отобрение кого угодно, знаки со стороны людей, что ты молодец. Таблеточка, если не сказали, что ты молодец, человек, все, жизнь закончена, неудачник, все, одобрение не получил. Стремление к наследованию, зарабатывание денег. У каждого своя какая-то таблеточка, да. Это же все отверженность, правильно? Ну, одним словом, неудачник. Самоотверженность, отверженность. Но боль же разная бывает. Это боль. От всех. А если боль от предательства, если, например, тебя друг предал, это какая боль? А как ее оценивать? Если мы говорим о вот этом стыде, если вы не переживаете вот это клеймо, мы сейчас говорим о позоре, которое соединено внутри с человеком, как кожа, или как часть, которую вы не можете взять и выбросить, оно просто впилось в вашу сущность, оно часть вас. Когда вы переживаете боль, нанесенную вам со стороны, вы ее можете пережить, ну, и как говорят, что нас не убивает, оно сделать сильнее. Вы пережили, встали и пошли дальше. Штука, о которой я сегодня говорю, она вместе с вами встала и пошла дальше. Вы ее не можете никуда деть, она вместе с вами живет. Как инородное вот что-то там влезло и живет, причем в самостоятельной жизни. Вот. Вот сейчас об этой боли, об этом стыде или позоре, вот этом комплексе, заклятости. Теперь поговорим о том, что нечто передается по наследству. Вот мы в перерыве начали разговор. Насчет оценок. Я себя помню в начальных классах. Если мне ставили четверку, у меня была такая истерика. Я уже в третьем классе, я понимала, что все что-то очень плохо. Когда мне поставили тройку, у нас, я за границей училась, и у нас был очень маленький класс, человек 11-12, и это начальная школа, и преподаватель, когда кто-то получал пятерку, ну отлично, ставили такие картонные звездочки под обложку. И я получила тройку, и учитель мне дала звездочку. Только, чтобы я не плакала, потому что, когда говорили, Бухтиенко 4, весь класс на меня поворачивался, и ждали, сейчас начнется. Это был такой ужас, я не могу вам передать. Я боялась идти домой. Почему? Потому что, ну, если ты получила четверку, то есть мне не позволяли их получать, вот что я хочу сказать. Я их боялась, просто как не знаю чего. Вы их ругали? Да, да, да. Причем, ну, да. Я должна была приносить пятерки, чтобы соответствовать. Я не знаю, там, чему, кому, да. Нет, меня не били. Нет, меня не били. Просто можно так пилить, что лучше бы били. Мы не... Что нас формирует? Кого что угодно формирует? Мужа бабушки 100 лет уже. Вот, 100 лет. Она не понимает нас. То есть она просто живет, вот, сидит. Она все время сидит. Сидя, живет, в общем. Такая маленькая стала, малюсенькая. И она из дома в жизни за 100 лет не выходила. Вот так. Никогда. Ну, вот, не знаю, может быть, по селу когда-то и ходила, но суть в том, что даже... Она не узнает людей. Она не понимает, кто находится в доме. Но не дай бог, чтобы ее дочь вышла из квартиры, из дома. Она в такой панике... Она начинает такую панику, что... В общем, получается, что ее дети, они полностью под контролем ее страха. Они ее боятся всю жизнь оставить. Ей 100 лет, а мама... Мама не может... Боится ее оставить. Потому что у нее начинается дикая паника. Вот у нее что-то там... Умрет, а никого дома не будет. Вот какая-то такая мулька. Мама однажды упала. Перевернулся мотоцикл. И она видела что-то там... Кровь, как разбитая голова. Что-то она видела. С тех пор она боялась все время отпустить от себя детей. Все время страх. Страх, что что-то случится. Панический страх. И это вещи, которые... Я понимаю, они передаются. Они передаются, потому что... Ну как-то, я не знаю... Генетически. Я вот думала, как это может передаваться генетически. И не доктор, а один историк. Он рассказал, когда он проходил очень серьезное обследование. У него серьезное заболевание. Он на 6 часов завис в одном кабинете у доктора, у профессора. Он пришел на посещение к доктору. И доктор спросил, кто вы. И у них завязался разговор. Разговор был 6 часов. О Боге и там... О человеке. И этот историк, он спросил у доктора по поводу страхов. Как могут передаваться страхи. И доктор сказал, что у человека есть предел, допустимый предел страха. Предел, который позволяет человеку переживать страхи, но быть в норме. Но говорит, ну если этот предел нарушается, это как бы прописывается потом в ДНК. Почему евреи, наследники тех, кто пережил Холокост, никогда не встречаясь с антисемитизмом, всегда боялись признаться, что они евреи? Откуда это? Кто им рассказал об этом? Что это стыдно или там что-то? Давайте поговорим о близлежащем народе. Давайте поговорим о молдаванах, которые гнобились, я не знаю сколько, анекдоты, унижения, порабощения и так далее. У нас в Черновцах все румыны. У нас молдаване нет, у нас все румыны. Мы же смеемся над этим, потому что я могу быть кем угодно, но только не молдаванам. Это стыдно. Это подсознательно стыдно, потому что на самом деле никто не может объяснить, чего он конкретно стесняется. Есть вещи, которые передаются вот так, как доктор, я не могу этого объяснить, но мы видим, мы это встречаем вокруг себя. И моя дочь совершенно маленькая, что-то разбила и так расстроилась и начала плакать, чуть ли не зачем она вообще родилась. Я, у нас такого в доме слух никто не произносил, она никогда этого не слышала. Это была такая трагедия, что хоть стой, хоть плачь, хоть, не знаю, хоть смейся, это было и смешно, и больно, потому что совершенно маленькое, любимое, там, не знаю, создание, над которым все дрожат, вдруг чуть ли не так буквально, зачем я родилась, и вот это. Слушайте, я когда это услышала, я испугалась, я понимаю, что есть вещи, которые вообще не зависят от нашего воспитания, ответ на твой вопрос. И очень хорошо понять, откуда это, с чем это связано, над чем работать. Как, какой вопрос, какой вопрос задали, что сделать с одним и со вторым, как разбираться с виной и как со стыдом, да? Когда, то есть мне не совсем понятно, как нам с вами разговаривать, как с пациентами или как с душепопечителями? Как легче? Как с душепопечителями, окей. Если вы душепопечитель... Надо определиться, потому что я путаюсь, надо определиться. Если вы душепопечители, все, вы душепопечитель, вы именно те. Невозможно начать восстановительную работу без того основного понимания, что человек поломан. То есть он не таким был, он поломан. Я специально попросила разбить сегодня зеркало. И такие вещи, они больше, как наглядное пособие, запоминаются. Когда человек был сотворен, он отражал Божий свет. Правильно? Бог есть свет. И пока мы смотрим на Бога, мы отражаем Его свет. Он человека создал как зеркало. Когда произошла поломка, вот посмотрите на себя и так передайте другому тоже. Попробуй, посмотри на изображение. Как выглядит мир и как выглядит всё, когда мы понимаем, что человеческое сердце, оно уже вот такое. Оно не гладкое, оно несовершенное. Мир, на который мы смотрим, он уже такой, поломанный, несовершенный. Потому что наше поломанное сердце с трещинами, оно отображает его в таком виде, вот насколько наше сердце поломано, настолько мы отражаем и понимаем этот мир сквозь призму своей души. И когда мы разговариваем с человеком или помогаем человеку осознать, кто он, мы прежде всего должны должны понять, как он относится к себе, как он воспринимает себя. Первый вопрос, первый вопрос, который задаёт всё человечество, какой? Три вопроса. Первый вопрос какой? Откуда я? Кто я? Откуда я? Где моё начало? И невозможно начать человеку помогать, пока вы вот с этим не разберётесь. Он должен понять, какие у него корни и кто он такой. Как мы работаем со стыдом? Нам нужно понять, отождествляет себя человек с теми вещами, которые происходят в его жизни. Это очень важно. Но если бы меня кто-то спросил, когда у меня произошла моя личная трагедия, если меня кто-то бы честно спросил, задал бы вопрос, считаешь ли ты себя виновной в том, что произошло, я бы сто процентов сказала да. Я абсолютно уверена внутри себя была, что вся проблема в том, что я испорченный человек. С хорошими людьми таких вещей не происходит. Это на подкорке. Откуда у человека такое? Кто ему рассказал об этом? Откуда у девочки, у девушки, которая до 9 класса училась на золотую медаль, а потом школу закончила на двойке и по милости, по старой памяти мне справку, вы не хотели давать справку об окончании школы, натянули оценки до тройки, до четверки, чтобы меня со справкой из школы не выпускать. Что случилось? Я считала, что у меня проблемы, я плохой человек, я извращенный человек, и естественно, со мной произошло вот это, потому что проблема во мне. Это очень важно, вы понимаете, это важно понять, это важно услышать, как человек себя воспринимает в свете проблемы. и здесь нужен ремонт, вот в этом мировоззрении о том, кто он, чтобы он не просто соглашался с вашей мыслью о том, что он творение Божье, соглашаться с вашей мыслью, это хорошо, хорошо, чтобы у него своя мысль по поводу этого была. Здесь нужен ремонт. Мы привыкли говорить логотипами, какими-то брендами, понимаете, мы очень легко можем друг другу передать суть проповеди, но это совсем не значит, что это слово, с которым мы соглашаемся, что оно является частью вот тебя, что ты так думаешь. С виной все просто. Человек переживает негативные эмоции и чувства по поводу содеянного. Он что-то сделал и ему плохо. Когда речь идет о стыде или позоре, это связано с личностью, поэтому работа не с действием человека должна быть, а работа с ним самим. Кто он? Что он? Какая в нем цена? И разбирать это нужно вот по таким вот маленьким кирпичиком. Я вам приведу. Здесь лучше, наверное, примеры. Так случилось, что я попала на энкаунтер, когда первый раз. Там такая была толпа народу, что служители не справлялись. И я прошла первую волну, и меня попросили быть консультантом. Без подготовки, без вообще, там вынужденная вот такая мера была. Мало того, что служители менкаунтера были подростки. Вообще я сейчас не понимаю, как это можно было допустить, как это вообще можно было делать. Но так было. И вот девушка, ее отправляют ко мне, девушка, ее отправляют ко мне, и она говорит, она выходит вместе со мной в коридор, и она говорит, что на самом деле она хочет уйти и не участвовать в этом, вообще не в комнате. И я говорю, слушай, ну пошли же ты. Как-то там, так я на позитиве пошутила, что подумаешь, ты тут три часа простояла, но еще со мной там полтора часа побудешь в комнате. Хотя я вообще не знала, что делать. Мы начинаем разговаривать, и вы знаете, что в программе энкаунтера есть лист, тестовый лист, где человек заполняет там разные там грехи, то есть все. Нам не дала чистый лист, чистый. Там ничего не было отмечено. В общем, я не помню, каким образом, но я задала ей, почему-то я почувствовала, я задала ей вопрос о блоке, который был связан с сексуальным извращением, сексуальным насилием, то, что связано с этой частью. Я задала вопрос, и оказалось, что, ну у нее там ни одной пометки не было, и оказалось, что в ее жизни было нечто, она была изнасилована. Я говорю, а, я спрашиваю, ты переживала насилие? Она, ну, там как бы не совсем, чтоб насилие, и я так, стоп, а ну-ка расскажи мне, что значит не совсем насилие? Так ведут себя люди, которые несут ответственность на себе за то, что с ними произошло. Они считают, что насилие, это когда тебя заставили, а если ты дал повод, или ты являешься причиной того, что тебя изнасиловали, ты принял ответственность за это, то это как бы вроде как и не насилие. Представьте себе, о чем думает человек, когда они с подружкой проходили лесок, и их якобы пошли привезти парни, он держал над головой кирпич, если бы она пикнула, он бы ей раздробил голову, и она не считает это насилием. Я спрашиваю, почему? Она говорит, ну мы себя там вели так, ну мы заигрывали, мы хихикали, ну короче, был какой-то с ее стороны флирт, или какое-то поведение, как она считает, повлекло за собой вот это с кирпичом над головой. Она наказывает себя, ставит себе уже оценку о своем браке, который заслуженно заработал такое отношение. Люди, у которых низкая самооценка, когда с ними происходят плохие вещи, они думают, это нормально. Ну, такой как я, человек не может ждать, что к нему будут относиться благородно или там с уважением. И в конце этой встречи, там еще куча всего было такого, что на уши, на голову не натянешь. В конце этой встречи она сказала, говорит, я даже не знаю, как вот такое может быть, говорит, я учусь на психологическом факультете. Говорит, и тут, находясь тут, я, говорит, видела все эти, ну как она сказала, то ли трюки, то ли способы. влияние на человека, говорит, и я не хотела в этом участвовать, потому что я не имела никакой веры в то, что это вообще имеет какой-то смысл. Мы молились, мы говорили обо всем, о чем она захотела говорить, и она вышла с тем, что она говорит, я знаю, что Бог со мной сделал невероятно чудо и дал мне свободу. Это девушка, которая была скептически настроена, которая не верила вообще ни во что, что там происходило, но пришла как те люди, которые все-таки надеются и ищут, а вдруг, а вдруг где-то повезет, а вдруг, ну а вдруг, а вдруг Бог достигнет меня тогда, когда я не могу достичь, ты же пришла, она говорит, ну да, я пришла. я услышала, узнала ее по голосу, потому что я не знаю, откуда она, я не помню, как ее зовут, я вообще не знаю, кто, что это за человек, я через какое-то время мне в руки попал диск с какого-то служения, я узнала ее голос, и она свидетельствовала о совершенном исцелении, она рассказывала об этой встрече, и она говорит, Бог дал мне человека, и он сделал чудо, я не была подготовлена к инкаунтеру, и я не знала, что там надо делать вообще, и она сдала мне совершенно пустой, незаполненный лист, и она была против всех, как говорится, методов, которые там предлагали, да. Бог все сделал, Бог все сделал, Бог все сделал, ну а вы помните, что такое быть активным, это быть в том месте, где, и это да, это без этого совсем никак, а можно вопрос, что такое низкая самооценка, и откуда она рождается? Иногда по наследству, как мы говорили, иногда редко, наверное, да? Я думаю, что очень распространено, это нередко, если говорить о народах, то это тотально, просто массово, давайте поговорим о молдаванах снова. Почему? О евреях снова. О евреях снова. О чучу. Я и чучу. Это... тут есть молдаване? Есть. А чучи? Я живу просто в молдавско-румынском городе, поэтому для меня... Мы не будем трогать вот эту родственную, то есть вот куда она берется у нас, допустим, у неевреев, или у нечучий, или у не у молдавана. Просто, да, просто у людей. Да, вопрос, конечно. Я спросила одного доктора, доктора богословия, психологии, он практикует около 20 лет, он практик, пастор и практик. Я задала ему вопрос, у нас был предмет, где мы изучали именно там семья, родители и дети как результат. И я спросила его, как вы ответите на такой вопрос, что в одной семье два ребенка, один вырастает абсолютно какой-то оторвы, вот не подчиняется, ничему не подчиняется. Второй человек достигает многого и живет позитивным, положительным образом жизни. Одни и те же родители, одна и та же семья. И он мне объяснил такую вещь, что все равно, когда люди рождаются, они имеют в себе какой-то вот разный, непохожий генетический набор. Стильная воля, слабая воля, эмоции, интроверт, экстраверт, человек, так реагирующий на давление или иначе реагирующий на давление. Два разных человека, помещенные в одну и ту же ситуацию, в одну и ту же семью, они могут выйти с разными, разными из этого, потому что они изначально, изначально были разные. Я думаю, что очень много, отвечая на ваш вопрос напрямую, я думаю, что огромный процент, если не брать наследственные вещи, решает вообще детские, детские психотравмы. я думаю, что больше всего. Я думаю, что более всего. Хотя, не надо на это смотреть, как на детерминизм. Детерминизм – это неизбежность, что вот оно так, все равно, все равно человек потом принимает выбор, оставаться ему в этом или нет, но формирует личность в большинстве, в процентном соотношении, если брать, формируется личность в доме. Отношение к папе, отношение к мужчине, отношение к женщине – это модель отношения мужчины к женщине, на которую смотрят. Способность принимать решения. Если за ребенка всегда принимают решения, не дают ему вообще как-то бороться в этой жизни, потом выходит совершенно здоровый, большой, сильный человек, и он потерянный, он не умеет, он не знает, что ему делать. Один выкарабкивается, хватается за зубами за жизнь, становится сильным, борется, выходит, второй ломается и говорит, я лузер, это все из-за того, что я такой. И психотравмы очень много решают, то, что произошло в детском возрасте. Я, опять же, это так все спорно, друзья, опять же, в прошлом веке был такой просто среди докторов было просто помешательство на детских психотравмах. Вот сейчас пошел уклон в обратную сторону, потому что если брать все отдельные случаи, сравнивать их, они один друг на друга не похожи. Один был в семье родителей алкоголиков, стал алкоголиком, второй в этой же семье алкоголиков вышел, стал там человеком цели успешным. И просто один принял этот стиль. Что он успешен, это же не значит, что он еще не чувствует сам себя ущербным. Да. Он может зарабатывать сам в себе вот это доказательство, что я не такой, как мои родители, я никогда этим не буду. Совершенно верно. Ну, совершенно верно. То есть внешние оболочки. Внешняя оболочка, она нам говорит, ну вот, один успешный, а второй нет. Но это не значит, что этого ООН, этой травмы, этой боли нет. Она как у одного, так и у второго. Просто один нашел обезболивающее в этом, а второй в деньгах. В работе, во внешнем успехе. Да? Можно? Просто можно сказать? Так, ну, давайте. Я думаю, что вот этот пример, который вы привели с зеркалом, если мы рассматриваем зеркало как личность, значит, эту личность в детстве, к примеру, да, то есть в основном травмы случаются в детстве, то значит, это зеркало, если мы рассматриваем как личность, ее просто разбили или повредили, мягко сказать. Или добили. Или добили. Ну, в общем, что-то с ней сделали, что она, ну, она уже не соответствует той гармонической личности, которой она была изначально. Но если мы рассматриваем в свете полученной травмы, то есть если на зеркало упустить какой-то твердый металлический пример, то оно, наверное, разобьется. Точно так же, какая-то была травма, скорее всего, в детстве, которая пережила полноценная, нормальная на тот момент личность, которая была целостной, которая ее ущемила или разбила, и она стала чувствовать себя, пошатнулись ее идеалы и целостность, и полноценность, и что дало повод ей усомниться, что может быть и по-другому. Происходит еще блокировка памяти. Когда человек не справляется с травмой, у него так мозг так чик и закрывает часть вот этой жизни. Сам, причем сам, это защитный механизм срабатывает. Чтобы не болело. Да, чтобы не болело, да. Анальгетик, совершенно верно. Иногда осознанный, иногда неосознанный. Вот, и мы говорим об идеале, когда, что человек, когда приходит кишу, а Бог начинает восстановительный процесс. И очень интересно, что во время молитвы покаяния многие переживают перерождение и действительно невероятную силу. Потом, пройдя большой эпизод времени, мы можем столкнуться с тем, что некоторые вещи, они снова возвращаются. Или Бог исцеляет какую-то огромную часть жизни человека, но что-то остается вот как бы нетронутым, что ли, или пока еще не затронутым Богом. Потому что для восстановления в первом случае, допустим, произошел сверхъестественный какой-то момент, надо было чудо, чудо произошло. А для исцеления второй части нужен процесс, нужны люди, нужно покаяние, нужно исповедь, нужен социум. Нужно потрудиться. Потрудиться. Для того, чтобы освободиться. Нужно работать над собой, над своим сердцем. Искать причины и устранять. А вообще родители калечат детей. Я просто видела такую семью, где говорят болван, дурак, бьют по голове, оскорбляют, унижают. И потом смотрят уже ребенок покалеченный. Родители, детский садик, школа? Да, детский сад, школа, сверстники могут... В подростковом возрасте очень жестокий народ, если ты не сильный, могут поломать. сверстники ломают детей. И за этим же никто не наблюдает. Совершенно верно. И когда мы становимся теми, которых Бог посылает служить другим, вот если бы мы это все действительно понимаем, то мы не будем со счетов скидывать эти вещи, когда мы служим людям. Конечно. Будем обращать на это внимание, правда же? Если мы хотим служить таким людям, а не просто проповедовать. Кафедра, кафедральное служение, оно сделало злую шутку во многом. Мы привыкли к форме, где все происходит со сцены. И мы думаем, вот сейчас скажем проповедь, и все со всеми сразу хорошо. хорошо. И мы повторяем это. идем, мы думаем эту модель, мы повторяем в служении людям проповеди. Поэтому вот эти три вопроса, душепопечитель учитывает эти три вопроса. Человек поломан вот в этом. Первое, он не понимает своего происхождения, он не свинья, которую очистили и дали милости платье ей. теперь он должен, ну, теперь Господи, спасибо тебе, что ты меня недостоинного, червя ползучего, гадкого, недостойного, одел мне одежды, и тебе благодарен. Вроде выглядит красиво, вроде бы выглядит как благодарность и смирение, на самом деле царский сын или царская дочь так и не врубается о своем происхождении и как раб благодарит за то, что ему Бог дал там под столом где-то место. Понимаете, понимаете, суть вещей как меняется, когда ты на себя смотришь как раб недостойный, который заслужил милости, или когда ты смотришь на себя как сын или дочь, которые вернулись в дом, где тебя ждали, и в дом, который для тебя создан. Это то, что мы думаем о себе на самом деле и очень часто не можем проверить. Потому что то, что мы говорим и то, что у нас есть, не всегда одно и то же. И в свете Божьем самое лучшее, что может происходить с человеком, это когда истинное его состояние, истинные мысли, истинные чувства, они поднимаются наверх, и нам становится понятно хотя бы что-то о самих себе. второе вопрос, в котором поломано человечество, это зачем я здесь. Для многих людей большим стартовым капиталом в жизни является откровение об их предназначении. потому что так бывает, что люди с мегапотенциалом, когда они не понимают вообще свою избранность и свое предназначение, они живут неполноценной поломанной жизнью, потому что вообще не понимают ее смысла. То есть это такие аспекты, которые нужно понять в служении людям, когда вы с ними разговариваете, вы задаете вопросы, вы должны видеть, где происходит основное повреждение, где больше веса в повреждении. Если человек не понимает, зачем он здесь, то как ему помочь? Надо спрашивать, как ему помочь, вы должны увидеть мир его глазами. Я не знаю, до деталей, до таких мелочей, до таких мелочей, я немножко переживаю завтрашний мне, вот я советовалась по поводу этой практики завтра, там бы можно было это очень легко показать. Какой практики? Я завтра ожидаю вас с красками, кисточками. Мне сказали, что это принесут не все, вы же не такие, правда? У меня нету точно, я не принесу. А журналы? Какие? Журналы все выбросила. Выбросили. Нам нужно много, нам нужно много. Журналами проблема. Если мы их не соберем, то нет смысла, конечно же, даже начинать. Это предложение должно быть много. но мы для общины, когда собирали, сейчас у нас будет это мастерская души, будет в пятницу, мы будем делать это второй раз, то у нас стол, и он так завален вырезками, завален много их. И мы просим людей, что когда вы видите журнал, не выбрасывайте и приносите. Так бывает, когда человек создает композицию, у него такая дырочка там на журнале, на картинке, и он туда раз и такой берет, вырезает цветочек и заклеивает цветочек. И говоришь, что это тут у вас цветочек? Он говорит, это там просто была дырочка, я его заклеил. А не просто. Ты же мог, во-первых, не заклеить, во-вторых, туда туфель поставить, я не знаю, фломастером зарисовать, там краской ляпнут, вот ты взял почему-то этот цветочек туда. И вот эта такая деталька, она может вообще изменить смысл понимания всей вот этой картины, всего этого произведения. очень прикольно, когда вы покажете, как ему помочь. Практически действия это может быть нам более полезно. Я не покажу. Не покажете? Я не покажу. Знаете, почему? Хотя бы схематически. Я не смогу это показать. Это схематически можно показать, если вы все пройдете программу. Вот от начала до конца вот программу пройдете и вы увидите. Я была на такой арт-кафе называется в Киеве. В Киеве есть арт-кафе, да. Я была там, да, тоже. Оксана, да? Да. А Пионоэл это не одно? Нет. Я не знаю, нет, наверное, нет. Это такая творческая мастерская, где собираются дары такие пророческие, вот душепопечительские, так вот в творчестве служат людям очень прикольно. Я не могу показать вам эту модель, потому что все люди разные, а как можно показать действия Духа Святого, я тоже не знаю. Вот как Дух Святой же говорит в конкретное время о конкретном человеке. Это нельзя повторить или даже смоделировать. То, что вам нужно понять, самое главное, это умейте слушать. Вот слушать, все, больше я не могу ни одного совета вам дать, ну, кроме тех, что дала. Не давайте советов, слушайте, попытайтесь посмотреть на мир глазами человека. Я не знаю, создайте конфиденциальность, создайте ему зону безопасности, храните свое сердце, вот, все. Это поверхностно, но моя цель, я думала, какая у меня цель, как я могу вообще достичь цели за 4 вечера, это нереально. Какая у меня цель? Моя цель была вас спровоцировать, моя цель была в хорошем смысле вас спровоцировать в том, что если у вас есть скептическое отношение к этому виду служения, чтобы разбить его, чтобы от него, ну, по крайней мере, пошатать вашу убежденность в том, что оно не нужно. Вот, вот, вот это была у меня цель. Для кого-то это вышло в большей мере для кого-то в меньшей получилось. Вот моя цель была такая, отдать, я бы даже побоялась давать эти принципы.